Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Kings Bounty Перекрёстки миров за паладина на невозможном уровне сложности. В прошлой серии мы с вами прибыли на континент Элона и, как вы видите, я немножечко перебрал состав. Ну, не совсем за эльфов, конечно, мы теперь будем играть. Скорее будем продолжать играть за ботанических, так сказать, созданий. Но, тем не менее, у нас появились древние энты, и у нас появились дриады. Дриады у нас второго тира, их аж 883 штуки у нас. Они умеют призывать тернии. Конечно, они это делают не так хорошо, как королевские тернии, но, тем не менее, тоже неплохо. Кроме того, они могут эльфов бафать, но, правда, из эльфов у нас здесь только энты, и могут усыплять юнитов первого-третьего тира на один ход. Это тоже здорово. Кроме того, она парит, враг не отвечает, она красавица. Гуманоиды мужчины промахивают с определенной вероятностью очарования, могут захватить тех же самых мужчин, бафают энтов и терний, что хорошо для нас, ну, и могут с 50% вероятностью разряжать умение цели. Энд пятого тира, 1200 лидерства, на него надо целых 14 штук мы можем иметь. Он умеет роем ос атаковать, умеет этих ос призывать, умеет бегать и опутывает. В принципе, чисто технически, вот даже как дальнобойного юнита, можно использовать с перезарядкой в один ход. Но если в ближний бой подойдут, он и в ближнем бою неплохо так раздает. Здоровье у него больше, чем у гиганта, атака больше, чем у гиганта. В принципе, атака, точнее, атака урон, атака немножко поменьше, защита такая же. Но за счет того, что мораль повышенная. 95 аж защиты, это же вообще очуметь можно. Ну да, у нас навык убеждений, плюс еще феечки бафают. Так, здесь у нас что? Лопату я, по-моему, назад пал, хотя я не помню. Записываю, честно сказать, с небольшим перерывом. И не помню, менял ли я лопату в прошлой серии, или только сейчас положил. В общем, вот как-то пока. Так, вот таким составом пробуем. Я думаю, что после того, как повысимся, возможно, слетаем добрать юнитов. Как минимум, нам терни нужны, паладины нужны. И руны чародей нужны. Слушайте, а здесь кто продается? Тяжело, конечно, играть после перерывов. Это вот прям... Ох, музыка, музыка. Слушайте, а можно даже погромче маленько сделать. Настройки, где вы? Звук. Давайте музыку вот так вот. Ага, нормально. Сделал вид, что настроил, а сам нажал на отменить. Вот так вот сделаем. Я тебе в наушниках выкрутил погромче. Но я думаю, что сейчас вам тоже немножко громче стало. Так, кто у нас тут есть? У нас здесь есть сильные эльфы, у нас есть непобедимая шива. У нас есть торговец. Ну, давайте с ним сначала поговорим. Лью Клиссан. Он, кстати, в первой части был, если я ничего не путаю. Эй, я вижу в твоем кошельке золото. В твоих глазах желание купить что-то необычное совершенно удивительное. В таком случае ты нашла нужного человека. У меня есть все, что тебе нужно, и даже больше. Вообще кто? Я Лью Клиссан, странствующий торговец. Продаю редкости диковинки. Ну, покажи, что у тебя есть. О, кстати. О, кстати. О, кстати. Огненный дождь. Это для тех, кто магией хаоса пользуется. Для тех, кто через урон играет. Достаточно интересная штука. Бьет по площади, очень сильно выжигает. Прям классное заклинание, но мы не через дамаг играем. Рыцарский шлем. Я, наверное, даже куплю. Я, конечно, крайне с малой вероятностью беру рыцарский сет. Ну, денег много, пускай будет. Кстати, рыцарей много. Рыцарей много, это хорошо. Хорошо. Когда-нибудь я все-таки ими попользуюсь. Так, у тебя же задание еще какое-то. Ищу работу. Да, у меня есть небольшая работенка. Несколько лет назад меня задержали в одном из миров. Забрали весь мой товар. Пришлось искать способы покрыть убытки. И Саргатас, генерал демонов Шеттера, предложил продать ему душу. Мою душу. Деньги были приличные, а душа? Ну, какой мне с нее прок? В общем, я продал, продал я ему душу. После этого дела у меня сразу, дела сразу пошли в гору. О таких прибылих я и не мечтал. Без страха и сомнений я ввязывался в самые рискованные авантюры. Но в последнее время что-то меня начали отливать приступы грусти и непонятных сомнений. Словно чего-то важного не хватает в моей жизни. Ладно, давай, сгоняю душ, что я заберу. Билл Гилберт. Знаком? Хм, вспомнил. Я с ним встречался десяток лет назад в Демонисе и по его вине остался без заказов. Представь себе, тупой герой за холостом умерка пришел и победил балла. Учитель мой не глуп. Да, ты извини. Задел твои чувства. Не знаю, где он что с ним. С Демониса пришлось ноги уносить. Окей, да, было дело. Руна, кстати, лежит. Я что-то, кстати, на прокачку совсем забил. Все ради руных чародеев. Ну, руны чародеи, конечно, нас сейчас раздают люлей. Благодаря тому, что мы не качаемся. Ну, дело такое, на самом деле. С другой стороны, если нам хватает текущей прокачки, чтобы врагов побеждать, почему бы, собственно говоря, тогда и нет. В принципе, то, что я прям сильно хотел, я прокачал. Маны вроде хватает, ярости хватает. Да, конечно, третий уровень заклинания можно прокачать ради такого же Дракона Хаоса. Чтобы он вылетал, бахал. То есть, призываем сразу и Феникса, и Дракона. Вот это было бы здорово. Это нам сколько маны надо? 35, да, 80 маны надо. Ну, в принципе, с книжкой будет 73, плюс трансмутации всякие. В принципе, даже и можно будет вызывать. Ну, можно, конечно, еще корону одеть, но нет. Пока мы играем с цветами, ни о какой короне и речи быть не может. Вот, потому что эта шапка наша терновая бафает наших товарищей. Я не знаю, я, наверное, лопату оставлю, пока она, конечно, бонус не то чтобы сильный дает. Есть у нас пушки посильнее, но королевский молот я не хочу дальше тратить прочность его. Механический клинок, соответственно, нам инициативу порежет. Не инициативу, точнее, а лидерство. Копье ярости. Ну, копье ярости прикольное, конечно. Но здесь лишний сундук. С другой стороны, золота у нас и так уже очень много. Есть у нас вот плюс один мораль всем эльфам, например. Это с одной стороны тоже неплохо. То есть, у нас древние энты вообще будут какие-то страшные цифры урона наносить. Вот так получается. Ну вот, посмотрим сейчас сколько. 67,95. Вот так. 71,101. Ну да, конечно, показатели просто чудовищные какие-то у них стали. Ну ладно, давайте будем сундуки копать. Стараться, по крайней мере. Поехали! Так. Кто у нас тут? У нас куча лесных фей. У нас орки-вожди. Спиритический удар. Пожиратель. Насмешка. Да, он еще через клетку бьет. Товарищи усыплять могут. Эти товарищи призывать могут. Я даже не буду, наверное, сильно близко подходить. Хотя, наверное... Давайте фениксы сюда. Мы можем первый, третий тир сейчас у них сразу усыпить на один ход. Слушайте, давайте я, наверное, так и сделаю. Я сначала усыплю, потом верну ходы через паладина. И тогда уже цветочки вызову. Давайте всех усыпим, пускай отдохнут. Феникс, феникс, феникс. Черт возьми, неправильно немножко сделал, получается. Надо было сначала... Не, хотя нормально все сделал. Феникс, получается, жди. Просто они от удара проснутся. А это, соответственно, нам не очень нужно, чтобы они просыпались. Я вот это плохо, конечно. Хотя, ладно, не сильно близко она подошла. Так, здесь я даже ускорение сделаю, чтобы подальше пройти рой ос. Ну да, урон-то неплохой, кстати, наносится. Этим самым роем. Убиваем. Мы можем убить двоих товарищей сразу. Товарищи орков. Давайте, ашировую молнию позову. Все-таки достаточно много и друидов. А, а если он сейчас в друидов ударит, он же проснется. Да черт возьми. Ну ладно, сразу видно давно не играл. Ну так да. Ладно, вот так плетим. Я, наверное, даже сейчас инициативу пробафаю, чтобы пораньше проатковать. Так, получается, жди. Мак, давай, окутаемся вот сюда. Ну здесь пошли цветочки. Лучше все, конечно, боевые, чтобы высадились цветочки. Да, высадились те, что нужно. Ай-яй. Дриаду испугали. Сразу разбудили урон и нанесли. Паладин пока ждет. Да, давайте я немножко здоровяков полуплю. Ай, как больно. Можно даже и усыпить сейчас кого-нибудь. Ну да, конечно, то, что у нас юнит второго тира появился, это немножко... Ну не то, чтобы слабости добавлять, но нужно про это помнить. То, что вот эти все теперь товарищи могут нас усыплять, могут контроль над нами брать, потому что юнит низкого тира, и он, соответственно, ко всем этим делам уязвим. Так, ладно, ты пока подожди. Феникс, так, ты спишь. Тебя лучше пока не трогать. Ну, значит, сюда полетели. Этих ребят немножко подпали им. Опять же таки, чтобы максимально эффективно цветочки использовать. Давайте я их забафаю, чтобы они максимально уродно носили. Так, ну, Паладин куда-нибудь потихоньку шагай. Надо будет сейчас воскрешаться. Давайте в друидов, что ли. У вас там вообще? Ну, да, лидерство, конечно, на мое почтение. Лидерство у них мое почтение. Конечно, у нас тоже мое почтение у этих ребят. Ай, Дриада, тебя как-то отсюда водить надо, друженьям. Давай честь телепорт, я ее оттуда вытащу. Где-нибудь вот сюда мы ее вернем. Ну, и здесь цветочки пошли убивать. Так, ты, получается, подожди. Давайте, наверное, я термием ход верну. Чтобы они еще побыстрее перезарядились. Да, давайте ход возвращаем. И вот сюда, Дриадом. Неприятные, конечно, здесь противники. Вроде и не сильные, но за счет того, что их так много, достаточно больно бьют. Кстати, ярости много. Может, наверное, сундучки уже потихоньку копать. Так, феечки. Ну, тут пускай все поспят. Так, подожди. Пускай проснутся они сначала, потом будем бить. Ну, почти 10 тысяч урона. Какая красота. Так, плоди, наверное, и ждем. Ладно, цветочек забери. Плохо, что дальнобойность у них не такая высокая. Конечно, 3000 урона в дистанционке прикольно наносить. Ну, за счет того, что атака непрямая проходит. Урон достаточно мало. Так, ладно, друидов почти съели. Ай, тут вот проблемка. Могут они сюда прям пролететь. Хотя, можно вот так вот сделать. Они куда-нибудь пролетят. Так, чертят, доедаем. Чтобы не мешались. И... Так, слушай, ты не на кладе случайно стоишь? Нет, не на кладе. Еще один. Как-то я не запомнил, как клады расположились. Ладно. Урона магии, кстати. Неплохо. Так, ладно, давайте повоскрешаемся. У нас кто погиб? У нас паладины погибли и дриады погибли. В принципе, не так много, но все-таки... Да, ну цветочки, конечно, тоже сильно дальнобойными не назовешь. Но урона они наносят. Весьма-весьма. Ну ладно, первый бой не комом. Кстати, и сундучок. Немножко, конечно, непривычно без гигантов играть. Но знаете, как-то уже давно мы с гигантами играем. Надо как-то разнообразиться, что ли. Все-таки постоянно одним и тем же играть тоже не особо интересно. Так, мне подлечить-то некого, да? Ладно, не буду я сейчас ману тратить. Вот новый уровень, но повторюсь, как-то пока... Ну не знаю. Вроде и норм, но как будто-то что-то не то. Ладно, еще два флажка залутали. Так, ух, 15 тысяч лесных фей. 15 тысяч. Чисто технически, конечно, можем... Ох ты, и руны чародеи еще прибавились. Руны чародеи вторую пистам. Ладно, утки растет. Или все-таки прокачаться. Ну вот рундух у нас очень много. Но я даже не знаю, что брать. Ну адреналин, ну наверное. Шанс крита, ну наверное. Святой гнев, но пока против демонов не воюем. Аккуратности, это когда мы все это дело разбирать будем. Абсолютный баланс. Ну да, хорошо. Даже два раза сможем повысить, а то и три. Получим много маны, много ярости. Если из магии что-то качать... Ну, магию качать выгоднее сразу с копом, так скажем. То есть диссертацию не на один уровень, допустим, а сразу на два. У нас сейчас хватает только вот здесь что-то выбрать и на диссертацию уже не хватит. То есть 19 руны это кажется, что много. На самом деле это мало. Смотрите, как все это дорого стоит. Из двух вот можно абсолютный баланс взять. Да, музыка, конечно, я иногда замолкаю. Это я заслушиваюсь музыкой. Давайте я все-таки немножко потрачу рун. Так, у нас 2900 воскрешения. Стало 2900 воскрешения. То есть это максимум, что ли? 2900 воскрешения. Если я еще раз возьму. Ну, сейчас вот стало 2700. Такое чувство, что при 20 это какой-то максимум наступает. Ну, может быть. Ладно. Можем, конечно, еще взять и прям вообще будет мана красотища какая. Давайте возьму. Я все это копил, 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 копил. Вот у нас теперь абсолютный баланс. На воскрешение, правда, просело. 1600 всего теперь. Но остальное все относительно немного просело, потому что руны духа мы в основном потратили. Но зато у нас теперь много ярости, много маны. При желании мы даже можем вот этот портрет взять. У нас будет 85 маны. Можем даже Магию Хаоса сейчас прокачать и просто бахть и Дракона Хаоса и... Да почему нет? Давайте. Я играю за призывающего товарища Чародей. Он у нас не особо сильно дамажит, поэтому не страшно. Магию Хаоса я вкачал. Я, естественно, Дракона Хаоса качаю. Просто нужен он мне. Ну, все остальное ну, не знаю. Всем остальным я... Ну, портал Демонов давайте прокачаем. Да, все-таки опять же-таки я призыватель. На 7000 юнитов призвать это, наверное, нормально. Все остальное пускай пока до лучших времен остается. Тогда вместо увеличительного стекла ставлю на ману. У нас теперь 33.85 то есть маны много. Ой-ой-ой. Знаете, такое ощущение, что уж прям хочется прям до талого все докачать, чтобы ничего не осталось. Просто руны Чародеи улетели в Тартарары. Но с другой стороны мы им только урон сейчас прокачиваем. Контроль ярости. Еще больше ярости. Ну, с другой стороны у нас замедление потери ярости. То есть ярость медленнее теряем. Поэтому то, что у нас стало много ярости, может это даже и неплохо. Будем больше и мощнее ей дамажить. Давайте еще. Все! Я прям полностью все потратил. Конечно, я этого не хотел делать. Но что поделать. Да, маги в два раза слабее в плане воскрешения стали. Но зато мы сами стали сильнее. Я не знаю. Давайте попробуем во-первых ману себе восстановим. А во-вторых вот этих феечек сейчас у нас сожгут просто феникс и дракон. Давайте я сразу хотя нет я наверное вот так вот делаю. Я делаю вот так. Я перед феечкой вызываю феникса. Это они же ядом атакуют. Нет, маги они атакуют. Уууу, они еще и маги атакуют. Мы кстати всех усыпить можем. Ну нет, надо следить. Хотя смысл их усыплять. Не, не буду я никого усыплять. Так, давай ты сюда полетел. Добей наверное даже. Сколько в ответ? Ну да, на 253 всего в ответ. Тут и феникс один их убьет. Они кстати дебафы из себя поснимали. Ну ладно, феникс один их не убьет. Все-таки немножко они его поизбивали. Плюс магический кристалл. Плюс пачка терний. Не знаю, давай чужое яйцо поставим. Хотя это все так мало качает. нашего дракончика. Ну 96 опыта кстати, может нормально. А сейчас можно чуть-чуть поближе подойти, хотя опасно. Так близко подходить, хотя уже прямая наводка началась. 500 штук сразу сдуло. Ну и давайте усыпим всех. Усыпим всех и избивать будем только вот этих двоих что ли. вот вот у нас инфернальный дракон. 68 атаки, 84 защиты, пламя бездны, упускает струю пламени, которая наносит 247 412 урона огнем, поражая сразу три цели, поджигает отбрасывает цель назад. Усиление из интеллект 65%, неплохо. Летает костяной, испепеляющее дыхание, воплощение хаоса, не подвластен магии, мощь хаоса. Ой-ой-ой, он этих феечек вообще просто чувствовать не будет по всей видимости. Феникс, 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 Феникс. Блин, дожди на самом деле. Так, а как ты перед собой получается атакуешь или как? Немножко не понимаю. Так ярко все это выделяется, вот такое ощущение, что если вот так навожу, то он еще и Феникс пытается атаковать. Если так навожу, то вроде никого не пытается атаковать. Обычно атак сколько урона? 2300. давай сюда нет, все-таки перед собой он атакует. Окей. Атакует перед собой. Так, ты жди получается. Они, наверное, сейчас цветы он пойдет убивать. А нет, они дебафы будут снимать негодяи. С кого дебаф сняли? дружеские между собой устроили. Так, а там что-то синее было. Это в кого я там хотел попасть? Что-то я не осознал. А, конечно, не осознал. Феечку он зарядил, а те и не осознал. Так, ладно. Жди получается. Феечки, феечки, да идите тоже вперед, господи. Чуть-чуть на дамаж успеете. Деник встает, Дриада ждет. Хотя, знаете, она сейчас даже через ману ускорительная немножко поиграю, ману установим. Может, и не полечу я сейчас никого нанимать пока. За кадром сгоняю. Может, на эту серию такого состава хватит. Как говорится, медленно, но верно, все-таки двигаемся с вами вперед. Телепорт есть у меня? телепорт 8 ман. Я хочу вот так вот цветочки закинуть, чтобы они сразу в бой вступили. 12 тысяч. Это, конечно, не 30 тысяч легендарные. Ну да, магических существ, конечно, вот этими работягами ну, 2400 здоровья, а тут сколько? 1650. Ну, чисто технически, конечно, посильнее получается дракон. Но феникс воскресает, но дракон один раз не умирает. с другой стороны проще его убить, то есть он один раз не помер и со второго удара отъедет. Но с другой стороны он как бы покрепче. Он еще астральным наносит уроном. Ну, слушай, да. Силен, силен. Опять же, для разнообразия воевали фениксом, теперь повоюем дракончиком. 14 тысяч неплохо. Так, феечка. Давай еще ману возьмем. Подожди, что ли? Феникс, задувай. Так, подожди, а ты что сжигаешь? Да, поджигает цель, окей. Еще я такой двоих. Ой, вообще красота какая-то. Просто какая-то красота, а не дракон. Так, отойди. У тебя сколько скорости осталось? 5. Так же полетишь? Полетит. просто с разгона всегда крит наносит. Если пешком дойдет, то крита не будет. Ну вот и 22 тысячи. Ладно, нормально. Наконец-то они хоть какой-то урон кому-то нанесли. Конечно, здорово. Так, что, лечение? Кого-нибудь подлечим. Я все не сдаюсь и надеюсь, что когда-нибудь смогу выполнить квест на хил на бонус урона паладином и инквизитором. Но, скорее всего, у меня это, естественно, не получится. Слишком много там надо. Это прямо надо заморачиваться, каждый ход про это помнить, как я могу помнить, если я постоянно забываю. преждим, отбивай и забирай. Не будем здесь обузить, если успеем собрать следующий сундук, значит успеем. Нет, значит нет. Эх, зря пошел, надо было цветочками. Может, стрелки вылупятся. Нет, рукопашники вылупились. Мы добиваем. Нет, не добил. Ладно, значит, это сама судьба. Тогда еще один сундук раскопаем. Ну, мана, я бы не сказал, что полностью зарядилась. Ну, сами понимаете, феникс и дракон это 80 маны. То есть мы из 85 за два хода 80 тратим. И потом все это восстановить достаточно сложно. С другой стороны, дракон не так хорош будет против демонов своим огнем. Ну и феникс там не так хорош будет. У дракона хоть этот есть, инфернальный урон. Так, шиноби. Что такое вообще? Замок Анорин. Это где король с королевой сидят. Ну, где-то король, где-то королева. Огромная магическая башня. Туда нам тоже пока не надо. Пока прогуляемся. Хотя, так, а там что? Большой учкук. Большой учкук. Почти как учкудук. Так, здесь кто? Ну, в принципе, эти пацаны нам по силам. Давайте в них что-ли влетим. Я можно сходить докупить, но потеряем 19 ярость. Ладно, давайте. Дадим им форум этим негодяям. И причем, знаете, как сделаем, наверное. А, с другой стороны, я бы, конечно, лучше все-таки с феникса влетал. Феникс, он, во-первых, он не умрет, а на следующий ход опять воскреснет, опять у вас юнит там будет. А дракон может здание покинуть. Так, это урки вожди, которые с насмешкой. Этих, конечно, оборотня эльфа и друида можно будет усыпить. На первый ход. Некромант облаком тьмы с вами бабахнет. Это мы помним. Можно, конечно, влететь поджечь все это дело драконом хаоса. Ладно, в любом случае давай вперед идем. Взывай кого-нибудь. сна, сна значит не будет сейчас. Два хода никакого сна. Может, конечно, скипнуть, но я бы все-таки на первый ход вызвал бы сейчас. Не, я, наверное, все-таки сейчас феникс пока позову. мне вот именно их нужно отвлечь на некоторое время, и феникс с этим прекрасно справляется. Да, давайте даже капитана орков немножко прижму. Они на него отвлекутся, сейчас побьют, а на следующий ход уже дракон влетит. Вот он получается он погиб, но при этом он сейчас встанет. Так, на паладин насмешка, но это не страшно. Так, ты побежал. Здесь давай бег вперед и роем ос. Да, в тебя 3-6. Вообще нормально, он пятерых сдуло. Хороший урон. Вот это плохо. Плохо. Ладно, возрождение. Сейчас вот так на драконах хаоса кстати не хватает. Нужна значит ману ускорялка. Я даже вот так сделаю, не буду сейчас ждать пока все подходят. Сразу вот так вот выбежим и дракон хаос пошел. Ой, вот сюда хорошо он пошел. Да. Хорошо пошел. И соответственно куда-нибудь вот сюда он задувает. Немножко я конечно переживаю сейчас за тернию нашу. 396. Он же убийца драконов, поэтому так много донес. 721. Так, трансформация волчика. Да нет, просто сундук забери. Опять на паладинов насмешка. Сейчас им всекут. Нет, всекут. Вот такое на самом деле. Да ты жди, никуда не ходи. Терния орков рубай. медведем. Да вас призываю. Может конечно было бы как-то его ускорять, но банальных ходов сейчас нет, чтобы его ускорять. Я бы сейчас все-таки можно конечно сюда ударить по-дроим, но я бы некроманта прижимал. Некромант опасен негодяй. Да, давайте я по нему ударю. Он уже от феникса никуда деться не сможет. Просто еще раз в него стукнется. Дракон. Дракон, дракон. Да, давайте нарву так сделаем. Еще разочек уснем. Так, телепорт цветочка. Я вот сюда его сразу кину. Пускай он ест товарищей друидов. А то их как-то многовато здесь. Сколько их там вообще? 318. Сколько лидерства? 30 тысяч. Сколько там их уже убили? Ну неплохо. Так, тролля бы еще убить. Тоже было бы неплохо. Паладина в коем-то веке подерутся в рукопашный, покажут свою мощь. Так, и мы его никак не убиваем. Можно, конечно, с сокрушающего удара его ваншот нуть. Но слишком это жирно для него будет. А нам больше неким убить. надо убивать. Иначе он либо в цветы, либо в магов летит. Поэтому добиваем. Подожди пока. Пускай сначала паладин стукнет. Потом уже ты добавишь. Ну сейчас еще у нас два отряда цветочков пойдут. Что не может не радовать. уж 14 18 убивать. Неплохой урон. Потом я ходы хотел вернуть. Давайте наш дриадя. Бац на 16 и так цветочки еще не откатились. Повез в кого? вам. Давай ворка. Наверное волчек нам нужно чтобы быстрее до врагов добежать. Может даже испугать. А тут нет никого первого, второго тирта. Значит сюда побежали. Получается просто значит пускай поспят немного. Нас привидений вернулось. Нас привидений я наверное все-таки еще немножко маной верну. еще один феникс. Сюда пойдет? так собачки 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 уж собачки ждите даже пока наверное сундук пока не забираем у нас неплох прикрывает ай-яй сейчас инфернальный дракон то а он не отъедет потому что его добивать некому все же спят он получается на следующий ход захилится здесь ус добираем так паладин добирает призрака а королевская терния призывает менее королевских терний собака да вот так вот делай собака да тебя конечно очень больно бьют в ответ ну что поделать и знаете вот так играю и у меня такое ощущение что с гигантом был немножечко попроще ну да ладно возможно я конечно ошибаюсь так дракошка захилился можно кстати вот так вот сделать немножко их подпалить много в ответ словили еще копию позовем да хотя наверно не то чтобы сложнее просто отряды вражеские сложнее так у нас по большому счету те же самые тернии воюют то есть в чем в чем проблема то что вот этот товарищ очень медленный в общем проблема так то смотрите он хороший урон наносит 3000 по рыцарям это неплохо но чтобы так урон нанести это надо клеточки пройти а чтобы клеточки пройти это надо пошевелиться а он не умеет шевелиться то есть он такой гвоздями к полу прибитый юнит ну между делом уже второй феникс умирает а дракон все еще живет правда уже разок хилился а я я взял под контроль собакенов наш это плохо так ладно феникс умер но не до конца давайте значит сундучки лутать и не забываем что у нас паладин погиб надо воскресить давайте еще цветочков что посадим цветочков какого-то уже нереально здесь у нас количество ну кстати здорово что дракон хилится не один раз а постоянно если у дракона хаус остается меньше 10% здоровья то он в следующий уход выстанет 30% здоровья это вот прям огонь то есть если враг его добить не может то он постоянно будет восстанавливаться а за счет того что у него все-таки много здоровья то есть он там 2,5 тысяч то есть он хорошее количество здоровья восстанавливает это здорово так паладин держись паладин рубись но сейчас конечно единственное что наверное стало сложнее это то что у товарища архимага стало меньше силы назовем это так и соответственно меньше хилат а я своих собак добил молодец я хотел друида выстрелить но в итоге добил своих собак это классно придумал здесь влетаем рубим паладин отхилится потом паладину кстати тоже на 6 тысяч умеют дамажить зов смерти ничего себе зов смерти это так то очень неплохая заклинашка у меня кстати вот этих свитков там по моему какое то огромное уже количество но с другой стороны вот от свитков которые там юнитов призывают толку не особо много то есть в принципе у меня как бы юнитов хватает мне нет проблем то есть чтобы там прям кто-то был такой что кого не могу я никак найти вот прям срочно из свитков надо там рандомить пытаться но такого нет ну и да если у меня сейчас в комментарии под серией напишите что 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 ты не использовал жертву можно же жертвы там на свой юнит бахнуть потом на юнит которого тебе не достает бахнуть видите прибавится там все ну допустим знаю сюда и куда-нибудь сюда там дает существ 9 а если эту жертву еще прокачать еще и больше будет ну не ребят я этим не пользуюсь я юнитов только покупаю и призываю жертвы как по мне немножко обузная тема жертва знаете она как должна работать она должна работать и воскрешать только погибших существ то есть как воскрешение а если она дает дополнительных существ то есть сверх того количества что было изначально ну как по мне это немножко неправильно а никто не стреляет давайте дождемся что паладины воскресились а тут у нас ужас какой-то происходит терний какое-то нереальное количество просто нашествие терний сорняки на огороде готов медведь тоже готов нормально никого не забыл никого не забыл ладно ну повторюсь бои достаточно продолжительное рождение гиганта кстати 3900 опыта ну так мало это нот магии у нас у нас два рождения гиганта две песни ветра два зова смерти три опыта предков мне кажется у меня опыт предков можно уже бахать даже не на героев а просто так ну к слову у меня после боя сохранил 60 маны и 50 ярости это неплохо вот кстати еще один бой давайте наверное мы его тоже сегодня проведем и за кадром я сгоняю ну всех мне надо докупить это достаточно продолжительное время займет поэтому за кадром повторюсь я это сделаю но в идеале мне сейчас нужно мой следующий шаг это вот какую-нибудь трансмутацию или медитацию прокачать чтобы больше маны устанавливалось во время боя это будет здорово так ладно кто здесь у нас у нас тут следопыты хорошо стреляют ой 3000 скелетов это прикольно друиды распределены даже хорошо друиды распределены слушайте давайте я пойду нестандартно и вызову дракона хауса первым как вам такое причем вызову его куда-нибудь вот сюда бах дальше кого-нибудь призовем карта кстати прикольная как в шахматы сели играть здесь задуваем так все горят прекрасно можем кстати усыпить а я наверное даже усыплю у нас по сути не усыпят не усыпятся кто ну два следопыта не усыпятся и вот ну скелеты не усыпятся да давайте они поспят сейчас это куда а это в тернии это плохо это нормально паладин ходы вернет этим триадам а у нас их две кстати то есть мы два раза сможем усыплять товарищей здесь цветочки пускай возродятся здесь ай какая плохая точка скелетонская какая плохая скелетонская точка просто может сюда вот прыгнуть и вот сюда куда-нибудь всечь нам слушайте ну нам ее тогда как-то занимать надо иначе ничего хорошего из этого не выйдет пошли тернии сколько дает я сейчас даже знаете вот так вот сделаю и еще феникс призову сюда чтобы им совсем жизнь медом не казалось может конечно по скелетонам ударить но скелетон у нас ваншотнут в ответ а я это я плохо сделал ну ладно жди получается пока ты получается вот сюда пока влетай чтобы он никуда толком не стрелял но скелет сейчас сюда прилетит он сможет ударить либо паладина либо энта можем кстати их опять усыпить всех а давайте так и сделаем пускай спят почему бы собственно говоря и нет эльфов типа забафую пошли вперед ну и надо как-нибудь скелетов прорежать многовато их паладин жди возможно к тебе сейчас прилетит товарищ о нет он он решил убивать инфернального дракона но это его право конечно ничего против этого не имею но как по мне это ошибка на этой точке он гораздо опаснее был бы и хоть какой-то урон там смогут нанести ну нет значит нет ладно паладин сам идет к ним в гости тогда так маг чародей опять чуть не выстрелил я через дриаду нашу так феникс атакуй ну не знаю мне феникс на самом деле тоже продолжает нравится несмотря на то что драконхаус такой лихой он три точки атакует драконхаус только две не знаю просто увидел комментарий что ну не знаю не назову хейт но в общем драконхаус и крутой а феникс ну как по мне нормальный вроде бы тот и другой то есть я бы не сказал что феникс прям слабый какой-то юнит весьма неплохой юнит сколько он нам боев тащил так знаете что я наверное даже вот сюда прыгну терниями и вот этих товарищей попробуем съесть но одного оставили на закуску остальных захавали наконец-то триады ходят триады атакуют триады толком ничего не делают атакуй на самом деле можно конечно вперед двигаться чтобы следующие выстрелы были посильнее такая сложная тема что лучше выстрелить или перезарядиться еще раз выстрелить так вот кажется да драконхаус разок отъехал добей медведя вот этого что он стоит мешается драконхаус отъехал и отъедет он до конца ответит и нет дракона неприятно и добил кстати вот этот товарищ один который стоит да так здесь у нас конечно боевое безумие но здесь мы как бы уже распределились в ряды врага так сказать затесались ну ладно значит дракошкам на 300 опыта давай так что стук много друидов друидов на самом деле очень плотные товарищи то есть 100 здоровья ну как бы многовато так ладно ты пока жди ты наверное пока жди здесь опять же давайте я вот так вообще с благословением не убахнем вот так на 17 тысяч сразу скелеты перестали быть опасными так вот пошли тернии тут осы призываем кстати тоже 1700 терний призвалось ну да тут понятно на 27 тысяч лидерства девчат так кому ходы вернуть никому наверно дождем пока здесь наши тернии пошлем ну да этих терний блокировать сейчас как-то придется иначе 1700 они очень много урона нанесут вернуть ходы вернуть ходы кому да вот этим стрелкам что ли вернем хотя можно и вот этим было терним воином вернуть тоже в принципе неплохо так ты пока жди ты слушай ты даже наверное вот так вот подставляйся стрелки сюда бьют но здесь вот так вот атакуем феникса друидом потому что феникс точнее друид феникс в ответ не убьет за счет высокой сопротивляемости магии получается немножко подгорят сейчас цветочки так давайте своих цветочков еще позовем ну и друидов почти доели так ты что будешь делать будешь цветы убивать ну ладно в принципе не так много урона я не могу у меня прям какой-то душевный диссонанс из-за этого что постоянно выстрел не прямой наводкой скажем так прямой наводкой смотрите сколько урон прилетает любо-дорого смотреть ну это ж один выстрел из миллиона такое проходит постоянно стреляем со сломанной стрелой верни он на 8000 бахнуло ну отлично феникс в принципе впитал я вот для этого сюда и ставил негодяй прям на феникса встал давай спихнем вот тогда отсюда чтобы не наглел так здесь доедаем так чародей ты-то давай уж сломанной стрелой не стреляй не-не-не погоди сначала подойдем потом вот так сделаем сейчас знаете наверное где ошибся я не прижал тернию вот эту и даже не за 8 давайте подешевле так сделаем чтобы терния стрелять не смогла а хотя мы ее все равно убиваем перестраховался в общем я ну лучше перебдеть чем недобдеть золотое так сказать правило пяст меня за это наказывали когда думал что все хорошо а оно бац и не все хорошо так сундук успеем достать ну какой-нибудь успеем давайте хотя бы один достанем мало ли может еще что-то оттуда выпадет хотя в который раз уже повторяюсь нет никакой критики нам сейчас уже в этих сундуках деньги по большому счету нам понадобятся если только мы руны будем покупать если там захотим вообще выкачать вообще все перки да там конечно денег очень много понадобится боевое безумие урон сумасшедший сумасшедший но мне честно мне не нравится оно неудобное то есть это прям надо если у вас в начале боя есть 70 ярости это да там по противнику сразу вливаете 3000 урона и радуетесь просто редко когда получается так что у вас есть 70 ярости и рядом с противником нет ваших юнитов то есть это скорее всего уже разгар боя давайте может быть шаровой молнию возьму шок 48% это прям хорошо то есть 50% вероятности противник будет оглушаться окей так ну медленно но верно по вероне в принципе мы продвигаемся но я думаю что следующая серия тоже будет верона есть здесь еще есть и герои ну герои в последнюю очередь мы все будем добивать сначала юнитов обычных разберем о клад кстати 3200 неплохо герои все таки будем мы с опытом лупить вот здесь вот еще стоят я насколько помню а у нас подземелья еще есть нетронутые там тоже куча народу еще героев много ходит вот товарищ ходит что такое лаборатория как дуна вот товарищ с тобой что-то еще связан квест какой-то сундук лежит вот товарищ умертвия вот товарищ герой которого нанять можно будет ну не знаю я вряд ли за нежить буду играть слушайте я не помню что здесь а мы сюда вообще заходим ой сокровище копаю нет не надо ничего копать давайте одним глазком посмотрим что у нас тут офицерский патент поторговать ох блин для грифона почему вот это все выпадает тогда когда это уже не нужно представляете как бы классно найти это знамя грифона оно в принципе третьего тира регалия она уж не такая редкая если бы она нам попалась где-нибудь на добире когда мы королевскими грифонами воевали это вообще была бы пушка бомба просто с таким знаменем даже можно было бы обычно грифонов нанять но нам к сожалению это ничего не попалось окей тебя берем знамя на знамя пускай лежит когда-нибудь я наверное его куплю чтобы разобрать но пока пускай лежит на с другой стороны да нет мне просто невозможно 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 итак у меня сейчас инвентарь уже ну сами посмотрите я уже путаюсь в нем что у меня где есть вот это что такое где я потерял я чему-то удивился вот это что а это для пояса победителя ну ладно ребят давайте наверное на этом моменте мы с вами закончим пишите что думаете по поводу вот такого сетапа следующая серия ну с практически ста процентной вероятностью будет такая же ну честно скажу что-то как-то я не знаю пока как будто с великаном было интереснее да демонолог тоже неплохих в принципе ребят призывает 6300 12600 10 13200 то есть ну конечно да дряда сильнее тем что ну лидерство чуть побольше бог с ним но за счет того что вот этот обруч есть то есть у нас терния очень сильная если бы не было этого обруча то дряда и не была бы так хороша как она сейчас ну королевская терния то же самое без обруча она не так сильно понятно конечно что мы вот перка этот прокачали на призыв у нас там призыв максимальный поэтому максимум есть юнитов призывается это конечно все классно какая интересная комбинация получилась ну ладно в любом случае пока вперед идем никто здесь нас толком сопротивления не оказывает ну естественно потому что мы там в непобедимых героев не влетаем в общем все идет своим чередом ну и сейчас прощаемся всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока